В Совете безопасности ООН 29 августа состоится тайное голосование. На нём выберут того, кто сменит на посту южнокорейца Панги Муна. В конце этого года заканчивается его второй пятилетний срок в кресле генерального секретаря ООН. Совет, включающий 15 членов, проголосует по каждому из десяти кандидатов. Представители стран-участниц выберут из трёх вариантов ответа – поддержать, отклонить или воздерживаюсь. «Панги Мун был принят к присяге как восьмой генеральный секретарь 14 декабря 2006 года. Он обещал, что будет строить мосты в дипломатическом плане, а также будет руководить международным органом динамично и смело». Он принёс присягу на Генеральной Ассамблее 192 стран-членов ООН. На своём посту он сменил Кофи Анана и стал первым за 35 лет представителем Азии, который возглавил эту организацию. Один из нынешних кандидатов – президент Словении 2007-12 годов Данила Тюрк. Сегодня он профессор международного права. Также был советником генерального секретаря по политическим вопросам и постоянным представителем Словении в ООН. Дипломаты и бывшие коллеги описывают его как образованного и компетентного, особенно в вопросах защиты прав человека. Однако критики говорят, что он слишком осторожный и в этом похож на Пангимуна. Соперниками Тюрка являются 9 ведущих мировых политиков, среди которых 5 представителей восточноевропейских стран. Выходцы из этого региона ещё никогда не возглавляли ООН. Также среди кандидатов – исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН по изменению климата – костариканка Кристиана Фигерес. «Вопрос не только в разрешении конфликтов, что уже немаловажно, но также важно избегать конфликтов, уважать права человека, защищать окружающую среду и добиваться равноправия полов». В общей сложности среди кандидатов пять женщин. Представительницы прекрасной половины человечества также никогда не занимали высшую должность в этой международной организации. АПЛОДИСМЕНТЫ